Сегодня я хочу рассказать, как можно попасть на машине в Сербию из Грузии. Почему из Грузии? Потому что мы прожили там некоторое время, поэтому буду рассказывать именно с этого пункта. Для того, чтобы попасть в Сербию, необходимо пересечь несколько стран, а именно Турция и Болгария. Если с Турцией все просто и понятно, то в Болгарии есть ряд определенных требований. А именно, необходимо оформить страховку на людей и страховку на машину. Это если вы заезжаете в Болгарию. А также получить болгарскую визу. Болгария является ассоциацией Евросоюза, и там необходима либо шенгенская виза, либо болгарская. Так как шенгенской визы у нас нет, нам пришлось оформлять болгарскую. Для того, чтобы оформить болгарскую визу, необходимо приехать в Тбилиси, заранее позвонив в консульство, номер я прикреплю, и договориться о времени. После этого вам назначают время, вы приезжаете. У вас забирают паспорта и необходимые документы, которые есть на сайте консульства. Вы оплачиваете госпошлину, и вам говорят, через две недели виза будет готова. Или не готова. Ну, скорее всего, будет готова. И нас не устраивал тот момент, что две недели нам пришлось бы ходить без документов, без паспорта, можно сказать, в чужой стране, в Грузии. Поэтому есть еще такая фишка. Вы можете попросить консула вернуть вам паспорт, но при этом она, вам консул, ставит штамп паспорта о том, что изготавливается виза. И с этим штампом вы ходите. Затем, когда виза готова, вам звонят, вы приезжаете, и вам визу вклеивают в паспорт. И что интересно, наша виза изготовилась всего за 5 дней, хотя обещали 14 дней. Также в Тбилиси необходимо купить страховку на человека. Стоимость страховки 1 лари на каждый день страховки, получается. Мы открыли на полгода. Кроме того, я прикреплю ниже, где оформляется страховка на человека. Для иностранцев, а так как мы в Грузии иностранцы, она делается только в одном единственном месте, только в Тбилиси. Напишу ниже, где. Также необходимо оформить страховку на машину. Когда мы оформляли страховку, достаточно было оформить только грин-карту. Сейчас, с 1 июня, поменялись требования, и для Болгарии грин-карта не подходит. Для этого нужно оформлять отдельную польскую страховку, которая будет действовать на Балканах и на Болгарии. И для Болгарии. Как мы оформляли нашу грин-карту? Мы подали заявку через интернет, онлайн. И нам оплатили там же, и нам выслали документ о том, что наша страховка готова. Мы только его распечатали о том, что у нас есть эта страховка. Ее было, этого было достаточно для того, чтобы проехать Турцию. А в Турции, в Стамбуле, мы встретились с девушкой, которая нам оформляла эту страховку и дала нам ее лично в руки. И мы уже с готовой страховкой поехали дальше. По поводу пересечения самих границ. Пересечение границы Грузии и Турции, в принципе, не вызывает никаких сложностей. Это большой терминал для пешеходов отдельно. Людям, пассажирам нужно выйти и пройти через длинные коридоры, поставить штампики и пройти дальше. А водители едут в отдельном коридоре. И там же могут попросить досмотреть машину, а могут не попросить. У нас мы ездили много раз в Турцию и из Турции. У нас когда-то не просили, а когда-то попросили вон ту сумочку, достаньте, пожалуйста, которая на самом дне лежит, и еще откройте и поскажите, что на дне этой сумки. Такое тоже у нас было. Оказавшись на территории Турции, вы ее проезжаете и заезжаете на территорию Болгарии. Там еще проще. Что такое КПП Болгарии и грузинская, ой, не грузинская, а турецко-болгарской границы? Это маленький домик такой небольшой. Выходить и отдельно пассажирам идти не надо. Вы вместе с водителем проезжаете, подходите к ближайшему окошку, показываете документы и проезжаете дальше. Опять же, никаких сложностей для нас не составило проехать эту границу. Единственное, что они немножко там запутались и подумали, что мы почему-то едем в Румынию с болгарской визой. Но это такие локальные сложности, которые быстро у нас решились. Вот, оказавшись на территории Болгарии, вы проезжаете ее и заезжаете на территорию Сербии. Опять же, все очень просто. Никаких дополнительных вопросов, никаких сложностей не возникло на границе, поэтому, в принципе, легко можно пересечь эту границу.